Александр Павлович Тресунов в этом году отметил свой 86-й день рождения. Но события 60-летней давности помнит в мельчайших подробностях. Да и как забыть встречи с мировыми знаменитостями космического масштаба. С Гролем много лет проработал, а я вот работал в космодроме. Как долго? Да, работал я около 89 лет. Во время общения с участниками программы «Активное долголетие» Тресунов подробно рассказал о том, какое незабываемое впечатление на него произвел сам космодром Байконур. Громадная территория площадью практически 7 тысяч квадратных метров стала его рабочей платформой. Специалист военный был, который помогал запуску ракет наших. Мы его пригласили, потому что интересно знать, кто же ходит к нам, кто с нами рядом живет. С особым трепетом Тресунов вспоминает встречу с первым космонавтом Юрием Гагарином. В семье долго хранилось зеркало с автографом знаменитости. Современники прорыва в космической сфере хорошо помнят свои впечатления о событии, что так сбудоражило мир 60 лет назад. «Работала на московском мясокомбинате, была технологом. И когда мне пришли кричать «Роза! Гагарин!» полетела! У нас была радость, мы не поверили, что полетела. Вот вся радость была. Все бросали шапки, все кричали «Ура!». Было очень торжественно. В то время это было очень торжественно. Мы в школе учились, я помню, уже в 11 классе, что ли. Вот тоже все были, прям, знаете, вот готовы сами прыгать неизвестно куда от радости. Представители старшего поколения задали много интересных вопросов и получили практически эксклюзивные ответы от реального участника первых шагов на пути покорения космоса человеком. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.